Господи, Сил, с нами будем, и договор разве Тебе, помощником скорбых дней, имамы. Господи, Сил, помилуй нас. Здравствуйте, дорогие мои друзья! Пусть мир и благословение Божие пребывают со всеми нами. Радости, праведности и мира от Духи Святого. Спасибо вам доброго всем дня и хорошего настроения. Обратимся к словам классика. Это всегда удобно, когда есть какая-то фраза, всем знакомая, и потом из нее можно что-то такое даже и построить. В человеке должно быть все прекрасно, и душа, и тело, и одежда, и мысли. Кто сказал? Антон Павлович Чехов. Ну и действительно, Бог зла не сотворил, Бог не сотворил плохого. И когда Он задумывал человека, то в его природу Он вложил трехсоставность. Человек состоит из тела, души и духа. И все, где находится человек, оно тоже так или иначе трехсоставно. Ну я имею в виду там человеческие взаимоотношения, в семье, в организации. Человек всегда питает три части своего естества, своей природы. Даже недавно такая мысль пришла, разговаривали с одним художником. И Он говорит, представляете, вот эта трехсоставность, она даже в картинах всегда присутствует. Есть дальний план, ну и обычно на дальнем плане это горы, какая-то ввысь, которая тебя влечет, зовет. Есть средний план. Это касается, ну чего такого большого, доброго, теплого, может быть, или наоборот бурного, там какое-нибудь море, озеро, поле. И есть первый план. Это в основном там камни, земля, какие-то яркие цветы, которые вот растут на переднем плане. И по замыслу Божьему должна быть гармония. Ну и вообще есть гармония, когда каждый план или каждая часть нашего трехсоставного организма, она получает свое удовлетворение. Наше тело, оно требует определенной заботы. И в семье так устроено, что есть физические отношения. Они не главные. И это ошибка думать, что вот нам главное тут себя вот в этом попробовать, да, какие мотивы у людей до мрачных отношений. Ну нужно проверить, что там подходит, не подходит, что там может подойти или не подойти. Но это не главное. Конечно, физика телесная, оно необходимо. Но тело, оно нам дано, чтобы в нем жила душа. Тело, оно служанка для души. А душа, она госпожа. И тема душевной составляющей, она тоже важна в человеке. Если человек чисто вот такой прям качок, он все в тело, в тело, в тело, потом тело начинает буйствовать. Душе тоже нужна своя пища и свой баланс. Если человек не читает книг, не смотрит хороших фильмов, не слушает музыки, у него начинаются перегибы, перекосы. И в семейных отношениях тема среднего плана, душевность, это то, что называется дружбой. То есть мы обязательно должны стать друг другу близкими, друзьями. Друг это кто? Кому доверяешь, кому открываешься, с кем можешь поговорить обо всем. Ну или о том, что его не травмирует и не покалечит. И даже то, что больно, ты можешь ему открыть, понимая, что он понесет и нож в спину не вставит. Потом не вспомни тебя, помнишь, ты мне там что-то такое рассказала. Потому что физические отношения, они рано или поздно заканчиваются. Жизнь-то, она еще бывает долгая, там 20-30 лет впереди. А если дружба не сложилась, как жить? И вот и начинаются вот эти попытки там свое тело выжить, там максимально дотянуть до 90 лет. Но еще выше, это, конечно, тема духовной жизни и в человеке, и в семье. То есть, конечно, очень важно, когда близость, она происходит не только в какое кино или на какой фильм мы пойдем, но и духовная жизнь, совместная молитва, совместное причастие и преодоление каких-то греховных своих привычек. И здесь должна быть последовательность и взаимоподчиненность. Тело, оно подчинено душе, душа подчинена духу. Ну а дух, он находится на связи с Богом. Мы вчера как-то коснулись темы вот этой душевной привязанности, когда на уровне души у человека возникает дружба с другим человеком. И мы говорили о том, что это категорически недопустимо. Что если ты человеку, близкому дал слово, если ты себя ему отдал в супружество, то твоя мужская энергия принадлежит только твоей жене. И вот эти вот хихоньки-хахоньки, флирты, ужинки какие-то, стремления быть таким гоголем, это все нужно в себе волевым усилием и духовным усердием преодолевать. То же самое касается и женщины. То есть если женщина вышла замуж, ее женская энергия принадлежит только ее мужу. И все вот эти виляния хвостиком перед другими мужчинами — это преступление и прелюбодеяние. То есть это шаг за любовь в своей семье. И рано или поздно эти шаги заканчиваются трагедией. Поэтому в первую очередь, конечно, нужно понимать вот этот механизм, что есть вещи, красные флажки, за которые не переходим. Но если вдруг где-то случилась зависимость, во-первых, исповедь, во-вторых, формально-дистанционные отношения. Не нужно в дружбу ввязываться ни с кем из противоположного пола. Пусть друзья будут одного с тобой поля. А в идеале, конечно, лучший друг — это супруг или супруга. И все должно быть в гармонии. Тогда человек живет мирно, радостно и счастливо. Помогай нам всем, Господь! Господи сил, помилуй нас!